Ситуация в Приднестровье получила новое развитие. Заявили официальные власти о том, что служба безопасности Украины готовила теракт на так называемого президента непризнанного Приднестровья. Должны были взорвать автомобиль наполненной взрывчаткой в центре террас поля для того, чтобы было много жертв среди гражданских. Уже не первый раз слышим заявление о каких-то готовящихся провокациях со стороны украинской спецслужбы. Наши, конечно же, спецслужбы все это отрицают, называют это просто напряженностью, которую пытаются искусственно создать. Как вам эта ситуация видится? То, что она продолжается, не затухает, что мы дальше можем увидеть? Или зачем вообще местные власти в очередной раз кидаются камнями в украинские службы безопасности? Слушайте, первое, я вот ничего не могу сказать по поводу вот этих вот заявлений и что там собирались взорвать, не собирались взорвать. Потому что не имеет смысл обсуждать неродившегося котенка. Украинские спецслужбы тоже делают совершенно фантастические вещи, в хорошем смысле фантастические вещи. Но в целом можно сказать очень просто, что, на мой взгляд, там вся история с Молдовой, она вот просто на наших глазах сдулась, как проколотый шарик. И, на мой взгляд, это просто было... Я никогда не видела, чтобы так изящно один блеф крыли другим блефом, потому что что произошло в Молдове? Путин попытался эскалировать по привычке. Он, напоминаю, всегда, когда у него не получается что-то, он переводит ситуацию на следующий уровень путем эскалации. Например, когда у него не получилось захватить Донбасс, он полез в Сирию, чтобы потом Донбасс... Чтобы потом Ассада разменять на Крым и Донбасс, когда у него не получилось, он блефшался в американские выборы, чтобы потом Сирию на это разменять и так далее, и так далее. И вот каждый раз он до конца загоняет себя в угол. В данном случае была, на мой взгляд, следующая ситуация, что когда стало ясно, что российское наступление просто позорно проваливается, и вместо цунами там вот этот моросящий дождик, который мы видели, который мы видим, а по привычке было сказано, что вот сейчас тут это самая Молдова, южный коридор, коридор до Молдовы, и что-то в этом вроде было, значит, сказано. Вот видно, что у Фейгина Алексей Ристович заявил, «А я сторонник ходов через всю доску, а почему бы украинской армии не зачистить Принесу я?» Я такого, чтобы такой... Вот первый раз в моей жизни там блеф, покрыли блефом, причем это сделано просто в YouTube-программе, и после этого на самом деле все кончилось. Я думаю, что там будут продолжаться еще разные писки, но это именно писки, потому что мы видим, что Путин блефует, и мы видим, собственно, самое главное, вот то, с чем мы начали, это история этой ракетной атаки, что неделю назад Путин пережил массу унижений. Он пережил рейд за селфи в Брянскую область, где на крыльце фельдшерского пункта, за неимением более интересных достопримечательностей, ему сказали, что он не в силах контролировать границу с Брянской областью. Он пережил беспилотники, которые летают туда-сюда, он пережил вышеупомянутый А-50, и вслед за ним реакцию Лукашенко, который, как мы только что говорили, открывал рот и сказал много добрых слов, как Рамзан Кадыров в своих тиктоках, но при этом ничего не сделал реального в ответ, даже не предоставил свою территорию для нанесения ракетных ударов. И вот это вот щелкание по носу, оно происходит именно потому, что Путина некуда эскалировать ситуацию. Его единственный реальный серьезный ответ – это наступление. А мы видим, что наступление не получается. Более того, мы видим, что с наступлением и с Бахмутом такая интересная вещь получается, что, судя по всему, начальнику Генерального штаба Российской Федерации, господину Герасимову, гораздо важнее в данном случае не расправиться не с таким врагом, как ВСУ, а с таким врагом, как Евгений Пригожин. И когда… Да, вы хотели что-то спросить. Это как раз следующая тема. Вы очень правильно поняли логику сюжетной линии нашего сегодняшнего интервью. Как раз об Ахмуте хотел бы поговорить. Незадолго до нашего интервью появились заявления того же Пригожина о том, что, значит, вагнеровцы зашли на территорию населенного пункта. То же самое, кстати, подтверждает Американский институт исследования войны. В то же время Украина и украинские вооруженные силы говорят о том, что ситуацию продолжают контролировать. Президент Владимир Зеленский акцентирует на важности удержания населенного пункта. Пригожин, если даже этот населенный пункт будет оккупирован этими войсками, что получит Пригожин от этого? То есть будет ли это той медалькой, которая поможет ему добиться своей желанной цели, легализоваться, не знаю, стать в один уровень с тем же Шойгу или Герасимовым, как думаете? Алексей, знаете ли вы, как погиб Чезарь Борджа? Расскажите. Ну, напоминаю нашим слушателям, что Чезарь Борджа – это человек, с которым Макеавелли, на мой взгляд, крайне незаслуженно писал своего принца, своего государя. А на самом деле Чезарь Борджа – известный отравитель, так же, как и его папенька, папа римский Александр. Чезарь был, помимо того, что он был человеком, ну, конечно, гораздо более интересным, чем господин Пригожин. Чезарь отличался, помимо личной храбрости, свойством кидать всех, с кем он связывался. Даже для Ренессансной Италии это было, если честно, немножечко через чур. Вот Чезарь регулярно продавал всех, ну, сначала, с кем его сводила судьба, а потом тех, кто его нанимал. И кончилось дело тем, что после там многочисленных приключений и побегов он оказался на службе у уже французского короля, сбежав из испанского замка во главе каких-то наемников. На наемников напали. Чезарь по привычке обратился, а он был храбрый человек, в свои золотые доспехи с криком «ребята, за мной!» бросился вперед на нападавших. Он проскакал шагов 200, оглянулся и выделил, что за ним никто не следует. А вот, понимаете, я вот глядя на Пригожина, это мне очень сильно напоминает историю с Чезарьем Борджем, потому что смотрите, что произошло. Багнер бился, бился, бился за Бахмут. И действительно, большие успехи одержал на севере, в то время как российские войска, регулярные, которые сидели на юге, они как на все это рассмотрели, говорили, ну пусть она лезет, она почему. После чего, если не в прямую объявили, не публично объявили об отставлении Бахмута, тем не менее, был взорван мост. Стало известно, что выводятся регулярные войска, заводятся силы спецопераций, как в Донецке. То есть это означало, что в городе будут гулять силы спецопераций, и практически он оставлен. Тот Пригожин понял, что у него есть последний шанс отличиться перед Путиным, удвоил свои усилия, забежал далеко вперед на север, а после чего его, Герасимов, ну его и так не сильно снабжали снарядами, но после чего как-то российская армия подстала, в СУ передумали выходить, и Пригожин оказался между молотом и наковальней. И вот как-то так получается, что я не хочу сказать, что Герасимов и Залужный объединились против Пригожина. Но да-то так случайно получилось, что вот он поскакал вперед на золотой, на белом жеребце, на золотой броне. Ну, правда, без жеребца, без брони, но сегодня он не поскакал вперед, а за ним никто не последовал. И что сейчас будет с Пригожиной? Это риторический вопрос. Ну, с Вагнером, да, то есть как бы мы видим, что Вагнер оказался таким же одноразовым, как ДНР и ЛНР, ополчение их, которые успешно в том же качестве пользовались в прошлом году. Судя по всему, что Путина смущает в господине Пригожине? Вот по поводу, кстати, обеспечения, вы упомянули, Евгений Пригожин посетовал на то, что, значит, ему оборвали все линии спецсвязи с руководством Вооруженных сил Российской Федерации. Ему аннулировали, значит, пропуска, пропуски в учреждения, давайте так назовем, где принимаются решения о поставке боеприпасов. И теперь у него единственная возможность, мол, общаться с руководством военным Российской Федерации только через средства массовой информации. Ну, если уже... То есть не хотят даже видеть, потому что одни и те же вопросы, видимо, оббивал там пороги, опять возмущался по поводу нехватки боеприпасов. Ожидать увеличения количества снарядов, которым просит Вагнер в связи с его наступлением на Бахмут, в связи с изменяющейся ситуацией, с этой ситуацией можно ожидать? Или все-таки этот проект под названием Пригожин уже закрыт и возвращаться к нему не будут? Ну, я думаю, что мы видим, что вот просто на наших глазах из чтения карты даже не обращение Пригожина, а уж тем более, когда Чезария Борджа говорит, что ему оборвали линию спецсвязи, вот он оглядывается и видит, что за ним линии спецсвязи-то нет. Так вот, судя по всему, мы видим, что Герасимову в этой войне удался один маневр, а именно полное до конца использование Вагнера. Вот здесь у меня есть такое ощущение, что российские войска преуспеют. Напоследок, Юлия, много тем еще хотелось бы обсудить, но одну не могу пропустить, поэтому попрошу еще буквально несколько минут вашего времени. Значит, Рамзан Кадырова, глава Чечни, заявил, что в Чехии недооценили его скакуна. Для зрителей, если кто не знает эту историю, напомню, что, значит, украли лошадь, конфискованную у лидера Чечни, оценили ее власти Чехии, там, 18 тысяч долларов или что-то типа того. Сам Кадыров сказал, это все попытки, значит, скрыть финансовые махинации. Мой конь стоит 10 миллионов долларов, не говоря уже о том, что он там незаконно под санкции попал, так теперь его еще, мол, и украли. До этого видели, как на свадьбе у сына несовершеннолетнего Кадырова там по 100 тысяч раздавали семьям, парам, которые заключали брак в этот же день. 10 миллионов за лошадь, по 100 тысяч парам. Вообще, да, вот восприятие коррупции, восприятие, ну, вот берега, как бы берегов дозволенного, того, что хотя бы можно озвучивать в публичной плоскости, видим, что вот вообще нету, да, уже там и у главы Чечни, и у руководства российского, потому что, ну, говорить на голубом глазу, моя лошадь стоит, мой лошадь стоит 10 миллионов долларов, вы ее, значит, потеряли. Не знаю, даже неприлично как-то, как вам кажется? Вы знаете, если честно, вся история с лошадью прошла мимо меня, кто-то, у кого украл, вот реально ничего не могу комментировать, могу сказать только другое, что Кадырова, как и Пригожина, если мы видим, не позвали на оглашение собрания, президента Федерального собрания, президента Путина. Это, как бы сказать, в России такой знак, но это не то, что как желтую звезду нашели, но вы представляете, что такое бюрократическое общество? Вот в 70-е годы, когда Советский Союз был совершенно закрытым обществом, то кремленологи занимались тем, что они смотрели, кто 7 ноября стоит на трибуне Мавзолея, и из этого вычисляли, кого в бульдоге под ковром съели, а кто, наоборот, вылез вперед. Вот тут то же самое. Это просто знак. Этого не позвали и этого не позвали. Это первое. Второе, что мы знаем, мы видим, что Кадыров в начале этой войны, кстати, в отличие от Пригожина, хотя они некоторое время были союзниками, что точно так же, как Лукашенко сейчас отделывается словами гнида, вместо того, чтобы что-то делать, Кадыров снимал текстурки, но на фронте не воевал. И я думаю, что от российской армии у этого был большой бадхёрд. И я думаю, что, ну, как бы даже и Путин мог быть удивлён, потому что, ну, как это так, но человек совершенно открыто сберегал свои войска для следующей войны, которая начнётся после поражения Путина. Ещё периодически, там, что говорили, что он говорит, отдайте мне ПВО. ПВО-то от чего собирался защищаться этим ПВО? От Украины, когда Украина последний раз бомбила Грозный. Вот, и последствия наступили, суть по всему, потому что некоторое время Кадыров жил в Эмиратах и практически не появлялся в России, а потом у него что-то случилось с лицом и, как говорят доктора, с почками, потому что это такое странное. Напоминаю, что почки, дисфункция почек очень часто связана с отравлением, то есть это один из первых признаков отравления. И потом вдруг Кадыров начинает рассказывать какую-то странную историю про его помощника Аптия Лаудинова, которого отравили посредством отравленного письма. Ну, как Хаттаба, российские спецслужбы, это же даже не скрывается, что в 2002 году отравленным письмом отравили Хаттаба. Он его взял в руки. Правда, в 2002 году, ну, действительно, понятно, зачем в горах брать в руки письмо там, как-то в 2023. Я с трудом представляю себе Лаудинова, читающего письмо. В крайнем случае, ну, СМС-ку в телефоне, это еще возможно. Это как в старом анекдоте. Читал пейджер, много думал. Вот читающего письмо в 2023 году, ну, это как-то странно. И это говорит человеку, у которого самого какие-то проблемы с почками, там, приглашают каких-то докторов, опять же, по слухам, не из России, почему-то он боится российских предмодокторов, а приглашают их откуда-то, то ли из Саудовской Аравии, то ли еще откуда-то. Родной Чечни не появляется или практически не появляется. Но, согласитесь, это наводит на мысль, что главная проблема Кадырова связана не с украденным жеребцем.